Всем привет! Добро пожаловать в психушку! Вы смотрите уже 10 серию. У нас утро, наши Симы просыпаются, точнее проснулась пока только я. Джим у нас спит прямо на стуле, потому что кровати ему не досталось. И Вайлот, как обычно, с едой. Она без тарелки и вилки никуда. И она боится, что ей не достанется. В общем, кушает и кушает. Но только все не поправляется. Мы принимаем душ и я хочу приготовить вновь сосиски с фасолью. В общем, устраиваем завтрак в нашей лечебнице. Пусть пациенты просыпаются, кушают. О чем-то очень сильно спорят наши Симы. Смотрите, Вайлот, как обычно, про еду говорит Хнытикусу. Что-то, говорит, еды стало мало, готовят плохо. Повара в нашей больнице, тебе не кажется? Вот, а Хнытикус, по-моему, все, его устраивает. А Вайлот не устраивает этот рацион. Он говорит, плохо кормят. Анжелина проснулась, проснулся рубчик. Все, короче, просыпаются. Блин, вы что? Сейчас на кухне будет опять толпотворение. Я хотела, ребят, вам приготовить. А вы что, сами взяли еду? Блин, я дала действие готовить. Что не так? Все вам не так. Сейчас буду вам готовить кушать. У нас завтрак. Мне написали в комментариях, что Анжелина, может быть, начинает потихоньку вылечиваться. И становится человеком, а не зомби. Потому что в прошлой серии она впервые легла вечером спать. То есть, это была первая ночь, когда она спала. В общем, наша больница, она начинает... Все-таки, начинают наши персонажи излечиваться в психушке. Я надеюсь, что к концу челленджа вылечатся все. Вот и больных психов у нас уже не останется. Не останется. Джим проснулся такой, не понял. Вроде засыпал ночью, никого не было. А сейчас на кухне такая шумиха. Так, и пригласим. Пригласим всех за стол. Да, не только сама бери, но еще друзей позови. Все мои друзья, давайте, приходите сюда. Да, уже Лия взяла тарелочку. Обжора Анжелина тоже кушает. Ну, я думаю, что Анжелина и Вайлетт, они... В общем, и вторую возьмут. Так, Брухтанчик у нас царская особа. Всегда спит дольше всех. Я уже не раз замечаю, что он спит реально дольше всех. Вот, и Вайлетт очень любит дремать, так как ее кроватка занята, пошла на другую. Так, да, кушайте, товарищи. Наше любимое блюдо. Сейчас я вам раковину отремонтирую. Я вижу, что никому не нравится, что раковина сломана. Но думаю, что мы быстренько все починим, и все будет у нас хорошо. Кстати, вот общение низкое. Можно пока мы кушаем, чтобы поднималось общение. А то совсем уже что-то плохо. Сегодня на эту серию я планирую поднять еще один навык логики, чтобы выполнить эту часть мечты. Также я хочу нарисовать еще одну картинку. Кстати, уверенная в себе. Блин, можно же уверенную картину нарисовать. Давайте нарисуем уверенную картину. Интересно, что там будет. Потому что эмоциональные картины, они, мне кажется, красивее. И повесим ее где-нибудь на стене. Так, я вижу, да, Хнетику совсем не нравится, что здесь грязно, не нравится. Ну, товарищи, я все помою, все уберу. Только терпение. А вообще, вы бы могли мне помочь. Что ты плачешь? Плачет, что ли? Это что, ты плачешь от того, что грязно? Взял бы и помыл. А нет, только сидят. Вот мужики уселись, короче, за стол тут. Рубчик пухнул. Короче, уселись три мужика тупо за стол. Девушки тут, понимаешь ли, одна вот наготовила, вторая ходит, убирает. Они тут сидят, им все не нравится, не нравится, что грязно. В общем, еще воздух портят. Короче, вообще никакого уважения. Так, сейчас пойдем рисовать. Сейчас все докушаем, мы еще не доели. Я не понимаю, что это Юля так рассказывает, что ты эмоционально? Ты же не сумасшедшая вроде. И Брухтан у нас засел, что-то на троне на своем про еду, думает, что пожрать. А у него, наверное, мечта жизни, шеф-повар. Мне так показалось. Я, честно говоря, не помню, какая у него мечта жизни. И посмотреть я это не могу. Ну, только если там в записи в первой серии там было написано. Так, Брухтанчик, ты решил наши сосиски с фасолью, я смотрю, не есть, да? Ну, не царское это дело готовить. И решил, что сам ты приготовишь. Думаешь, что и блюдо, наверное, отравленное. Кто-то тебя, короля, хочет отравить и самому занять престол. Поэтому решил, он есть только свою еду. Брухтан, никто тебя отравить не будет. У нас, в общем, в нашей психушке нормальные повара. Мы нормальный повар. Так, хватит нам болтать. Что-то едим мы долго. Тарелку никак не опустошил. Да, вот все. Убрала я разговор с Нитикусом. И сразу же тарелочку мы опустошили быстренько. Так, нарисуем мы сейчас уверенную картинку. Да, давайте, наверное, ее начнем, а потом сходим в туалет. Или сколько нам тут еще до туалета? Ну, в принципе, нормально, так что можно рисовать. Хочу я в каждой серии по картине, чтобы домик наш украсить. Смотрите. Обнялись. Подружки, наверное, стали. Не знаю. Обнимаются. Симы иногда... Ой, пукнул теперь Джим. Рубчик, как ты на это реагируешь? Тебе ничего? Рубчик, по-моему, нормально реагирует, потому что на кухне он недавно сделал то же самое. Прикольно. Это блюдо сосиски с фасолью. И злобный такой Джим. Она думает, ха-ха-ха, я вам тут воздух всем испортил. Так вам и надо. Так вам и надо пакости. Ой, что-то мы такое рисуем. Что-то все черное. Не пойму я, что это за картинка. Такая, наверное, в темном стиле. Где-нибудь ее повесим. Может быть, в тронном зале. А может быть, в этой комнате. Чтобы темненькое что-то было. Так, Бурухтан у нас в гордом одиночестве кушает. Он, наверное, правда подумал, что его хотят отравить. Его царское величество. Да, и думал, буду я готовить себе сегодня сам, потому что кто-то решил занять мой трон. Кто-то из этих недостойных хочет моей смерти. Да, так и говорит. Но не дождетесь, потому что... Потому что я не поддамся и буду сам лучше себе готовить, а не буду есть вашу отравленную еду. Бурухтанчик, ты бы лучше еще поубирал. Тут грязно. Так, я отремонтирую. Но уборкой надо заняться тебе. Кстати, мне вот написали в комментариях. Спасибо, что пишете. Потому что я реально не заметила. Ракета, это уже второй этаж. Второй ярус у нас сверху. Я в прошлой серии как-то ремонтировала и не заметила. А оказывается, правда, ракета уже больше стала. То есть, я думаю, что скоро мы отправимся в космос. Нужно будет сегодня обязательно продолжить строительство. Так, что это мы нарисовали? Вот это мазня, это уверенная в себе картина. Не, вы меня, конечно, извините. Я ее продам, потому что мы нарисуем сегодня еще одну картину. Но вешать это я не хочу. Может, что-то получше нарисуем? Сейчас у нас уже вдохновение. Так, давайте в туалет. Что такое? Что-то не нравится всем. Вечно вам что-то не нравится. И подчиним мы раковину, потому что она уже очень долго у нас поломанная. Нужно ее подчинить. Брухтанчик у нас поет песню. Он точно поет «Все могут короли, все могут короли». Он, наверное, больше песен не знает, но это его любимая. В общем, он поет о своем королевстве. Опять кушает Вайлот. Без еды, я же говорю, без тарелки, без вилки, никуда. Взяла, пошла и все, ей мало кушает, кушает, но не поправляется. Я, наверное, приготовлю еще одну порцию сразу же, чтобы было у нас что покушать. Вот, чтобы никто не страдал от недостатка пищи. Ой, смотрите, сейчас... А, я думала, они обниматься пошли. Рубчик что-то рассказывает Анжелине. Говорит, Анжелина, я видел, ты ночью спала, ты делаешь, в общем, прогресс. Наверное, ты вылечишься скоро. И тут что, сама с собой, что ли, разговаривает? Я не понимаю. По-моему, Лия говорит сама с собой. Или она так с ними разговаривает? А, нет, вроде бы с ними поворачиваю. Ой, напугала. Зачем Рубчика напугала? Анжелина, ты неисправима. Я думала, что ты лечишься, а ты настоящая зомби, вот, пугаешь людей. Да, испугала. Так, вроде же, она не злая, не знаю почему. Ну, короче, испугала она его. Так, мы приготовили еще одно блюдо. Кушать мы его не будем и приглашать пока не будем, чтобы не объедались. А все мы пока просто поубираем. Так, и что? Ну, давайте все-таки нарисуем. Давайте обычную классическую картину. Ну, давайте среднюю нарисуем, потому что маленькая у нас уже есть лама здесь в тронном зале. Нарисуем среднюю картинку. И у нас, кстати, вот эта, по-моему, средняя тоже романтическая. Ну, нарисуем еще одну среднюю. Блин, и сломался душ. Вот кто сломал? Это Брухтан, по-любому. Потому что он был последний в душе. Кстати, где он подевался? Брухтан, алло, ты сбежал? Ага, наверное, пошел в этот телескоп. Лучше бы ребята помогали мне строить ракету. Говорят, что можно сразу четверым стоять и строить. Но никто не хочет помогать. В общем, придется самому, самим нам это все делать. Но я думаю, что мы справимся. Там уже не так уж и много осталось. Так, это вроде натюрморт. Какой-то чайничек, груши или яблоки, не пойму. Давайте нужно дорисовать это. Что-то у нас разговор с Ли идет. Я его отменю, потому что, мне кажется, когда с Симами разговариваешь, даже вот от этой мультизадачности, то очень долго выполняется другое действие. Так, у нас уже третий уровень рисования. В общем, тут гляди и в психушке художником станешь. Так, ага, мне показалось, что он сам с собой говорит. На кухне у нас... Ой, молодец, Микки, хоть ты вытри эту лужу, потому что пол прошлой серии и в этой серии бежала раковина. Никто ее не хотел ремонтировать. И много было... Много было у нас здесь воды пухнуло Анжелина. Две обжоры пришли на кухню. Но, наверное, ребят, никому больше ничего не останется, потому что если пришли Анжелина и Вайлет, то они, наверное, все у нас съедят. Вот... Нет, Анжелина пошла в туалет. Главное, чтобы унитаз всегда был у нас цел. И можно было улучшить... Нужно будет, правда, купить детальки, еще немножко улучшить унитаз, чтобы, в общем, был у нас еще лучше. Может, биде добавим. Ну, короче, что там получится, чтобы, в общем, он был получше и реже ломался. Убери. Не, не хочет убирать. Вот наглый. Наглый не хочет. Никто не хочет помогать. Все нам самим приходится делать. Да, груши, по-моему. Нет, яблоки. Яблоки. Показалось. Так, у нас сейчас столпотворение в зале, в гостиной. Все у нас сюда пришли. Вот, дорисовали мы картинку. Ой, она такая розовенькая. Может быть, ее в спальне в какой-нибудь повесить? Так, блин. Сейчас уберу стены. У нас, в принципе, в спальнях... Вот, жалко, что нельзя заходить по правилам в режим строительства. Так бы легче было его поставить. Я не знаю, блин, реально, где ее повесить, эту картинку. Давайте, наверное, я ее сейчас повешу пока в гостиной, в тронном зале. Вот, а потом уже между сериями посмотрю. И, может быть, вы в комментариях напишите мне, где лучше повесить эту картину. Да, напишите, потому что я не знаю, правда, куда ее повесить. Вставлю я ее в рамочку, да, чтобы она была красивее. И пусть пока висит в тронном зале. А там, вот, подскажите мне, куда ее лучше повесить и где будет ей лучше место. Так, телевизор мы смотреть не будем. Мы пойдем чинить душ, потому что он сломан. Вот, у нас общение и досуг, в принципе, еще терпимы. И потом я хочу немножко повышать логику, чтобы закончить с этой жизненной целью и продолжить строительство ракеты. В общем, это обязательно, что нужно будет сделать в этой серии. Джим говорит, я хочу сбежать из этого места. Мне кажется, что это дурдом. Да, он начинает понимать, что это дурдом. Наши симы, наверное, потихонечку становятся нормальными, лечатся. Да, и Джим аж заплакал. Не может быть, неужели это психушка? Ну, в общем, они, конечно, еще не вылечились. Но я думаю, что когда мы закончим челлендж, когда выполнится жизненная мечта, то все мы вылечимся. Ну, точнее, наши сумасшедшие все вылечатся, потому что я вроде как не сумасшедшая. Так, кто здесь зашел? Давайте выгоним его, рассматривать небо не надо. Ну, по правилам челленджа, главный герой считается случайным образом попал, в общем, он в психушку. То есть он нормальный, остальные все сумасшедшие. Ну, я думаю, что когда челлендж будет закончен, то все мы вылечимся, все наши пациенты тоже станут нормальными. Ну, не всю жизнь в психушке быть. Я думаю, что их тоже в психушке выпустят, и потом можно будет придумать им какие-нибудь истории. После того, как они выйдут из психушки, может быть, кто-то женится на ком-то. Ой, смотрите, рассказывает что-то про бабло, говорит. Микки говорит, представляешь, говорит, Бурухтан ходит и требует дань. Мне кажется, что он ненормальный. Давай не будем ему платить. Он говорит, давай ему мусор дадим вместо Дани, пусть знает. А Бурухтанчик наш молодец, вот пол помыл. Что бы мы без тебя делали, чистюля ты наш? Да, царь, а как ты помогаешь людям, своим всем подданным, несмотря на то, что царь, ты не такой гордый, каким ты кажешься. Так, мы потихонечку тут повышаем логику. Я хочу просто получить состояние внимательности, потому что в этом состоянии ракета строится быстрее. Так, логика. Пять, а надо... Ага, надо шесть. И я так понимаю, что еще нам далеко. Да, только восемь процентов. Но ничего, посидим, наверное, пол серии в обсерватории. Может быть, улучшим логику. Но нужно это делать, потому что самое главное в этом челлендже это выполнить мечту жизни. Вот, а до выполнения еще далековато. А уже прошло десять серий. В общем, нельзя же нам в этой психушке всю жизнь сидеть. Я вообще рассчитывала изначально, что психушка, ну, где-то на серии 25-30 затянется. Посмотрим. Ну, пока вот даже половину еще не выполнили. Вот, а десять серий прошло. Что-то они смотрят опять. А, это они смотрят у нас спортивные новости. Наверное, какая-то любимая передача. Вечно они смотрят спорт. Вот, мы снимочек получили. Опять краснота. Но я его тоже удалю. Кстати, это тоже можно будет поудалять. Смотрите, деталь для улучшения обычных приборов. У нас их очень много. В общем, пусть у нас лучше будут денежки. И, кстати, уже в воскресенье. Обычно во вторник или в понедельник приходят счета. Мне реально страшно представить, какая там будет сумма. Потому что дом стоит около 60 тысяч. Там, наверное, сумма будет баснословная. Наверное, тысячи три-четыре придется платить за дом. И я не знаю, где мы их будем зарабатывать. Так, Анжелина уже, как всякая порядочная зомби, завонялась, стала зелененькой и решила помыться. Видите, начинает она превращаться в человека. То есть, поняла, что она позеленела. Нужно помыться. Не надо совсем превращаться в зомби. Рубчик грустненький идет. Рубчик, кто тебя обидел? Тебе, наверное, сделали замечание, что ты воздух испортил, и ты решил выплакаться. Мне кажется, он выплакаться пошел. Точно плачет. Да, Рубчик леет. Она тебя внимания не обращает. Ходит там, обхаживает Бурухтана, Хнытикуса. Она тебя даже не смотрит. Ну, ты побрился. Может быть, и взглянула бы на тебя. Да, он печальный пошел у нас плакать. Я думаю, что Рубчик тоже вылечится и станет вполне нормальным. И не будет у нас так плакать. В общем, от своей грусти избавится и снимет свои очки. Перестанет он спать в очках. Мне кажется, что он в очках спит, чтобы лучше сны видеть. Почетче было. Так, книжку взял. Читай, читай. Ой, что-то нам опять написали. Что, опять снимок нашли? Блин, второй снимок подряд. Это вообще планета животных. Ну, конечно, красивый, но нет. Я хочу дом увешать картинами, а не космическими снимками. Потому что, наверное, картинки все-таки поинтересней. Вот. А снимки пусть, наверное, будут у нас денюжки приносить. Будем их продавать. Вайлот опять пошла на кухню под предлогом помыть руки. Наверное, под предлогом поубирать. А сама думает, где что съесть. Не, ну, она еще точно поест, я думаю. Микки пошел что-то ободрять. Рубчик говорит, Рубчик, не плачь. Все будет нормально. Посмотри, вот как я умею. Вот Рубчик даже развеселился. И он уже счастлив. Зелененький. У него зелененькая иконочка. Да, в общем, дружат они с Микки. Два дружбана. Кстати, у них у обоих черта характера угрюмый. И вроде как... Ой, смотри, не про медведя рассказывает. Обалдеть. Так эмоционально. Они оба угрюмые, но почему-то Рубчик чаще плачет. А Фнетикус не так часто. Хотя вот по его фамилии, и по его лицу он должен плакать чаще. Да, ребятки у нас подружились. Сидят вдвоем в палате. И Рубчик спрашивает, интересно, сколько нужно денег, чтобы приданное, в общем, чтобы выкупить Лию. В общем, нравится ему походу Лия. Но Фнетикусу она тоже нравится. Короче говоря, все от нее в восторге. А наша обжора, в общем, она в восторге только от еды. Взяла одну тарелочку и такая не спеша кушает. Говорит, Рубчик, это ж моя первая еда за целый день. До этого ни крошки во рту не было. А Рубчик уже и ушел. Так что теперь можешь кушать быстро. Ты всем там рассказывала, что это твоя первая тарелочка. Вот. Да, теперь бегом-бегом, думаешь, ха-ха-ха. Я возьму теперь, съем ваш весь холодильник. Кто-то пришел. Брухтан пришел тоже с тарелочкой. Но Брухтан, как царская особа, он будет кушать медленно, такой разжевый. Кстати, Брухтан, ты не забыл? Ой. Увидала Вайлот Брухтана и думает, быстрей, быстрей. Брухтан, ты не боишься, что тебя реально отравить хотят? Мне кажется, у тебя теперь навязчивая идея, что это блюдо отравлено. Да, он так даже и говорит. Нет. Он, короче, избавился от этого страха. Говорит, никто меня не отравит. Я проверил еду и кушает. Да, Брухтан еще только начал, а Вайлот уже съела всю тарелку и пошла, наверное, за добавкой. И пухнула. Все они портят воздух. Какое-то прикольное блюдо. Так, ну что-то мы долго засиделись в одной и той же комнате, на других не смотрим. Блин, сломался унитаз. Ну вот как так можно жить? Они его вечно ломают. Кстати, наелась до отвала и улеглась спать. Дремлет. И Джим тоже задремал, а царская особа кушает так и не спеша. Логика у нас только 44%. 44% очень медленно понижается у нас. Да-да-да, хорошее блюдо. Очень медленно повышается эта, блин, логика. Унитаз чинить надо. Давайте, наверное, отменим логику и починим, потому что без унитаза совсем плохо, иначе будет конфуз, притом у всех подряд. Так, Лея все-таки, этот рубчик пришел к ней и такой издалека задают ей всякие вопросы. А Лея тоже пытается узнать, сколько уж у него денег. В общем, на кого ей лучше, так сказать, обращать внимание, и она не может даже определиться. Поэтому она сейчас флиртует со всеми, просчитывает. Она же гениальная, у нее черта характер гений. Я думаю, что она пытается всячески вычислить, в общем, с кем из них лучше заводить отношения. И пока никак определиться не может. Молодец, Брухтанчик помогает. Умница. В общем, что бы мы без тебя делали. И спина уже болит. Так-то натрудился весь. Мы еще получили детальки. Улучшить. Давайте добавим биде. Дело в том, что от биде есть мудлет хороший. С биде не с биде называется. И он дает счастье. Теперь Анжелина, короче говоря, прикольное блюдо. Наше любимое. Мы теперь в нашей психушке будем только есть сосиски с фасолью. И счастливая сидит. В общем, если добавить биде, то симы, которые ходят в туалет, у них будет мудлет, хорошее настроение с биде не в беде. Разбил тарелку Брухтанчик. Не царское же, говорю, это дело мыть посуду. Но, тем не менее, он у нас такой король трудолюбивый. Наверное, не получится у нас в этой серии, потому что уже 20 минут прошло, в этой серии логику мне поднять. Я, конечно, хотела добить эту цель, но я хотела еще и ракету построить. Или все-таки надо что-то одно делать. Наверное, тогда ракету не получится. Пойду я добивать логику. Кстати, вот еще один снимочек. Так и не продали его. И у нас теперь, ого, 1100. Ну, в общем, нормальненько. Так в телескопе можно заработать, я смотрю. И еще мне очень интересно. Хочу побыстрее ракету добить, чтобы посмотреть, что же там в космосе. Никогда не играла в Sims 4 с ракетой. Интересно будет вообще разведать, что там вообще да как. Наверное, пойдем сейчас ракету строить. Не знаю, наверное, в этой серии не достроим. Уже, кстати, 21. Нам и спать надо-то. Сейчас доделаем это беде и сразу пойдем строить ракету. Может быть, немножечко продолжим строительство, потому что она уже такая, довольно-таки высокая. То есть, я думаю, что половина уже сделана, как бы не больше. Но половина вроде бы точно. Поэтому еще немножко в этой серии и в следующей будем надеяться, что получится нам ее достроить и отправиться в космос. Что ж там в космосе? Так, у нас унитаз уже будет хорошо улучшен. Добавим беды. И потом еще система самоочищения. Он будет улучшен на все 100%. И, может быть, перестанет так часто ломаться. Потому что реально очень часто ломаются предметы. Нужно будет потихонечку все улучшить. Тем более механика нам нужна. Так, ну опять пошла за едой. Вайлот, что пожрать? И опять садится ему говорит, ребят, это ж мое первое блюдо за целый день. Вы тут сидите, объедаетесь. И вот мне нравится, как она начинает. Начинает она есть не спеша. Да, так понюхает, принюхается. Рубчик пухнул. Ну, Вайлот это вообще не смущает. То есть ей пофиг. Она настолько увлечена едой, что она не замечает ничего вокруг. Вот, ну я же говорю, что Вайлот, она так не спеша кушает, кушает. А потом вроде как входит во вкус и начинает есть быстро-быстро. Боится, что кто-то заберет. Ой, Рубчик у нас пошел помогать. Наверное, сейчас Рубчик уйдет. Она увидит, что никто за ней не подглядывает. И будет быстро кушать. Ну давай, она умеет. Она потом быстро начинает. Думаю, что еще мы увидим. Так, мы там уже ракету продолжаем строить. Жим что-то сам с собой разговаривает. Тоже кушает. Что-то едят они сегодня у нас целый день. Не, не хочет она быстро есть. Наверное, потому что Лея ее смущает. Она никому не говорит, что она обжора. И все, все уже съела. Вот так вот быстро. Раз, два и все покушала. Так, ракета. Ну, ракета у нас в том же состоянии. То есть, два этажа строим мы теперь с этой... Ой, что-то камера. А с этой стороны мне сказали, что ракету можно, оказывается, строить сразу четырем СИМом. Поэтому можно вообще с любой стороны стоять и ее строить. Это прикольно. Жалко, конечно, что никто нам не помогает. И приходится нам самим, в общем, это сложное дело, одолевать. Вот как здесь в кружочке написано, то вроде как половину мы построили. Ну, наверное, еще немножко построим. Я просто боюсь, что кроватки займут. И я совсем не хочу остаться сегодня без кровати. Еще немножко построим, и тогда пойдем спать. Пока у нас только Бурухтан. Что, Бурухтан? Что-то плачет, что ли? Нет, он, наверное, недоволен. Я не поняла, что у него вообще с настроением. Он, наверное, просто сам с собой разговаривает. Как мы видели в прошлой серии, то Рубчик тоже безумный, как и Бурухтан, разговаривал сам с собой. Наверное, Бурухтан тоже умеет так делать. Так, я смотрю потихонечку, кроватки-то заполняются. Или идет спать? Нет, товарищи. Короче, отправляемся мы спать, потому что иначе мы просто останемся без кровати. Так, Анжелина уже идет. Так, Анжелина, ты идешь на... Значит, вот это у нас единственная надежда. И будем надеяться, что никто не успеет. Да, давай, на перегонки быстрее всех. А Анжелина спит. А что у нас с ней приятный разговор? Не пойму, как мы через стены общаемся с Анжелиной. И Анжелина, смотрю, я вылечивается. То есть она уже вторую ночь в 23 часа. То есть в 11 вечера она легла спать. В общем, становится человеком. А что мы грустные? Ага, непереносимое одиночество. Отзывчивые персонажи. Что-то там написано было. Ну, короче, у нас, я так понимаю, да, очень низкое общение. И поэтому у нас теперь грусть. Нужно будет с мультизадачностью сесть покушать и с кем-нибудь поговорить. Да, что ты плачешь, что ли? Не пойму. Они, по-моему, безумные сами с собой разговаривают. О, да, даже Юля во сне плачет. Ну, в общем, печально все. Нужно будет поднимать общение, чтобы не было такого. Ну, все. У нас остались без кровати. Кстати, Джим, он не растерялся. Он сразу завалился, развалился на весь трон спать. Сегодня у нас бодрствуют ночью Вайлетт и Хнытикус. Ну, Вайлетт найдет себе занятие. Она пойдет на кухню, скажет, что она сегодня дежурная по кухне будет охранять холодильник. Ну, вы все понимаете, зачем она будет его охранять. А Микки, по-моему, пошел в обсерваторию, да? Ну, ищи снимочки. Хотя, можно посмотреть даже раз в день. Можно смотреть, ничего у Симов нету в багаже или есть. Можно это продать. Кстати, вот детальки эти, наверное, продам я у Анжелины. Думаю, что все, что Симы найдут, можно продавать, по идее. Поэтому продадим мы ее деталечки. Ну, и, в общем, у нас тоже детальки. Но мы их сохраним. Может быть, они нам пригодятся. Короче говоря, буду я заканчивать серию. Вайлетт пошла, посмотрела, разведала, что на втором этаже. Нет ли здесь еды. Еды здесь не оказалось. И пойдет, наверное, дежурить на кухню. Так как все у нас завалились спать. Кровати больше никому нет. А все тогда. Всем спасибо за внимание. Ребята, оставляйте комментарии. Потому что мне очень интересно вообще ваше мнение о психушке. Дело в том, что это первый летсплей вообще по психушке на русскоязычных сайтах. То есть, мне даже пример не с кого брать. Поэтому мне очень интересно. Может быть, что-то не так делаю. Может быть, мало показываю главного героя. Может быть, наоборот, много главного героя показываю. Ну, короче говоря, мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Потому что, я же говорю, что это первый... Ой, что он так смеется? Первая психушка на русском языке в видеоформате. До этого психушка... Ну, можно психушку найти только на английском языке. Ну, или на каких-нибудь других. Я не смотрела. Она называется Asylum Challenge. Вот. Так что, в общем, мне интересно, что вы по этому поводу думаете. Все. Всем спасибо за внимание. Это была 10-я серия. Ждите 11-ю. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok